Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна-ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Пламенный вам большой привет. Телерадиоканал Страна-ФМ. Программа «Лучшее в стране». И я с радостью хочу вам представить нашу чудесную гостью. У нас сегодня, конечно, одна из самых красивейших, лучших, удивительных женщин нашей страны. Оксана Федорова. Друзья, мисс Вселенная, телеведущая, дизайнер и еще, между прочим, прям совсем с недавних пор, директор Московского государственного театра моды. Музей моды, да? Музей моды, господи, да. Сейчас смотрю на тебя. Спасибо огромное за визит. Мы очень рады. Я тоже рада быть в такой замечательной, прекрасной студии, в красоте, так скажем, общаться с красивым человеком. Спасибо большое. Оксана, назначение на эту такую серьезную должность произошло совсем недавно, буквально там в начале сентября, да. И если я даже прям позволю себе процитировать, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский сказал, что смена руководящего состава музея моды означает перезапуск всей системы отношений между Департаментом культуры и модной индустрией. И всю эту ответственную колоссальную работу космического масштаба возложили на хрупкие плечи твои, Оксана. Ну, расскажи нам, пожалуйста, что тебе-то сказали, так сказать, какие возложили на тебя дела очень важные. Очень хочется, чтобы так оно и получилось, да, чтобы вселенский мой титул соответствовал тому объему развития, который ожидает музей моды. И, может быть, какое-то будет другое название. Вот, мы сейчас работаем над концепцией. Конечно, это назначение для меня было, не могу сказать, что совсем неожиданным, поскольку я работаю в фэшн-индустрии уже не первый год. И мой прошлый опыт модельной деятельности, и вот опыт создания дизайнерских коллекций. И, конечно, может быть, так логично подвел к тому моменту, чтобы мне сделали такое предложение. На самом деле, для меня это было, в общем-то, с момента предложения и до принятия решения прошло очень мало времени. И, конечно, я сначала посмотрела, что это за хозяйство. Я действительно... Ну, мало информации было о музее моды. Ну, давай скажем, что он был основан в 2007 году, то есть, в принципе, уже 10 лет. Да, не имея тогда... Прошло 10 лет, но, тем не менее, помещение, в котором сейчас находится музей моды, он получил приблизительно около двух лет назад. А сейчас музей моды находится в гостином дворе. И, конечно, команда, которая там работает, молодая, перспективная, инициативная, что самое главное. И, безусловно, я поняла, что все-таки, если такая акцентуация уже произошла у Департамента культуры, естественно, это не просто так. Сейчас Москва развивается. Город приятно преображается, несмотря на то, что, конечно, вызывает некоторые неудобства, но, тем не менее, по Москве стало приятно гулять, наслаждаться видами, какая-то активность. Какие праздники у нас проходят. Конечно, социальная и культурная жизнь развивается. И, безусловно, нужно еще подхватить и посадить в этот поезд модный сегмент. Безусловно, вот самая, наверное, глобальная, основная задача – закрепить за Москвой статус мировой модной столицы. И, конечно же, здесь много задач. Новая концепция музея. Вероятно, что обретение новых выставочных площадей. Я думаю, что придется, конечно. Потому что сейчас это совсем небольшое помещение в 350 метров. Но, тем не менее, там проходят интересные выставки, проектные мастер-классы. Но в дальнейшем будем расширяться, будем развиваться. И, безусловно, наша главная задача, чтобы было интересно приезжать и зарубежным туристам, и, конечно, жителям Москвы и регионов нашей страны. И, так скажем, чтобы имидж Москвы, восприятие менялся за рубежом и в Европе. И мы должны показать, что у нас есть интересные дизайнеры, мода развивается. И, собственно, им просто нужно помочь, доставить условия. И, так скажем, нам хочется видеть музей как некая площадка для диалога, для коммуникаций, для новых форматов. Это могут быть и арт-резиденции, формы выражения, да? Это могут быть и всевозможные арт-пефомансы, пресс-конференции, обсуждения, круглые столы. Вот что мы хотим видеть. Одна из главных задач, я так понимаю, объединить и собрать вокруг себя всех дизайнеров российских. Ну, всех, наверное, сложно так сказать. Хотелось бы всех, но, во всяком случае, большинство. И, конечно, нужно помогать молодым дизайнерам перспективным. Но это очень сложная область, трудозатратная, материально затратная. И, конечно, им нужно давать площадки для самовыражения. И нам национальная палата моды будет помогать в этом, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Я из твоего интервью, кстати, узнала, что у нас оказывается огромное количество вот этих вот дизайнерских институтов, откуда выпускники выходят, в общем-то, в никуда. И что ваша задача тоже стоит и каким-то образом им помогать. Ну, безусловно, самым талантливым. 45 вузов, которые выпускают, ну, помимо известных, да, 45 выпускают дизайнеров. То есть в разных вузах есть дизайнерские факультеты. Конечно, если посчитать, приблизительно две тысячи дизайнеров каждый год выпускается. Им, конечно же, нужно находить применение. Не факт, что это будет только дизайн одежды. Да, конечно. Это могут быть... Они могут найти творческую реализацию и в интерьерах, и в каких-то инсталляциях. И картины, это всё что угодно. То есть самое главное их объединить и, вот, так скажем, вести с ними диалог, показывать их работы, но, естественно, развивать вот эту сторону, да, модную сторону фэшн-историю нашей столицы. Скажи, пожалуйста, уже посыпались какие-то предложения, письма, там, резюме, я не знаю, от молодых вот этих вот самых дизайнеров? Конечно, есть, не скрою, да, есть резюме, есть резюме на работу. И, конечно, вот это интересное дело, оно многогранное, и можно найти разное применение касательно, да, центра моды и вообще модной индустрии. И вот сейчас первый такой наш совместный с Департаментом культуры проект, я надеюсь, что, если всё хорошо сложится, будет осуществлён в рамках недели моды в Манеже. Оксана, пожалуйста, давай мы о ней подробно расскажем чуть позже. Мы должны зерваться совсем ненадолго и продолжим. Друзья, на сегодня Оксана Фёдорова в гостях про музей моды говорим, и не только. Оставайтесь с нами. Программа «Лучшая стране» продолжается, друзья, у нас сегодня в гостях Оксана Фёдорова. Помимо всех титулов, званий, известных всем, теперь ещё и директор музея моды. Мы уже немножко поговорили о музее, и как раз перед уходом на песню, на клипную рекламу, стали говорить о предстоящем очень важном событии в мире моды, о московской неделе моды. Да, Оксана, расскажи, пожалуйста. Да, в конце октября с 22 по 26 число будет проходить неделя моды в Манеже. И, конечно, вот мы подумали, с чего бы начать сотрудничество такое с департаментом «Глобальное». И мы поняли, что нужно сделать, взять хорошую выставочную площадку и сделать день московских дизайнеров. Отдельный день в рамках недели моды «Мерседес». Потому что, в Манеже, да, не все дизайнеры имеют возможность, ну, профинансировать своё участие, оплатить модели и создать коллекцию полноценную. И у некоторых дизайнеров молодых есть несколько моделей, которые они хотели показать. И вот мы решили на отдельной площадке под эгидой музея моды совместно с департаментом культуры сделать день московских дизайнеров. И, скорее всего, это будет совместно с музеем Москвы. И вот где каждый из дизайнеров приблизительно человек 20, мы думаем, разместить, чтобы показал свою коллекцию, ну, состоящую там из 5-10 моделей, чтобы каждый сделал мини-презентацию. Пригласить туда, поскольку недели проходят моды, будет очень много зарубежной прессы. Собственно говоря, вот мы это хотим привлечь, и это нам нужно привезти их туда, показать, чем мы богаты, вот, и познакомить, и так органично вписать новые мысли, новые идеи в модное пространство Москвы. И чтобы об этом написали зарубежные журналисты, которые о нас пишут очень много. Вот, но не весьма охотно, конечно, наши журналисты освещают молодых дизайнеров наших глянцевых журналов. Не знаю, с чем это связано, но зарубежные журналы активно рассказывают и про наших дизайнеров, и показывают коллекции. И вот мне очень хочется, чтобы ситуация все-таки стала меняться, и мы начали бы поддерживать нашу отечественную модную индустрию, которая хочет развиваться. И настало время для активных действий, мне кажется. И, конечно, у нас вот нужно дать небольшой толчок и посыл, и, конечно, все это проявится. И я вот абсолютно, конечно, согласна с Департаментом культуры, что другую кандидатуру на эту должность, на человека, который будет нести эту миссию большую, конечно, сложно было бы найти. Только ты, безусловно, должна этим заняться, потому что, вот, мне кажется, что именно с тобой и пойдут большие перемены. Что касается этого дня российских дизайнеров, эту выставку смогут посмотреть все желающие? Я думаю, что да, да, все желающие. И для дизайнеров это будет абсолютно бесплатно. Вот это прекрасно. Да, и мы хотим их поддержать, и, конечно, посмотреть могут все желающие, и будет и свободный вход, и вход по пригласительным. Так что, вот. А то, что касается моей кандидатуры, конечно, очень хочется, большая ответственность, работы появилось много. Я думала, на самом деле, Саш, что у меня, в принципе, нет больше времени свободного на какую-то деятельность. А как оказалось? Да. И в том, что я не спешу делать. Мне очень хочется делать какой-то авторский проект телевизионный большой. Я к этому готова, в принципе, морально. И вот. Но я понимаю, что в этом графике работы благотворительного фонда, моей дизайн-студии и той детской программы, которую я уже снимаю, и мои хобби, которые я очень люблю, детей, и вот найти время, вот, не представляется возможным. Но я ошибалась, видимо, если... Я понимаю, что нашлось время, да, для работы в музее. И, конечно, это руководитель должен определять стратегическое развитие. Там колоссальный объем работы, конечно. И столько много бумажных отчетов и писем, и, то есть, определенная система взаимоотношений. Да, все-таки это государственная структура. Вот. Но теперь в моей, так скажем, в моей копилке добавилось... Хотя государственная служба у меня была. Конечно. Правда, в органах внутренних дел в свое время. Только 12 лет практически. Да. И есть такое зерно, вот, которое я ухватила с тех времен. Так что есть бизнес, благотворительность некоммерческая, да, организации. И здесь еще государственная структура. Ну, я надеюсь, что это пригодится, потому что, как мы знаем, главным, самым главным в жизни человека является его опыт. Да, безусловно. Ну, еще тоже, как говорится, непосильного креста нам не дается, видишь. Да. У нас так складывается в жизни, значит, да, наверху видно, и знают, понимают, что ты справишься, да. И потом начальный этап, может быть, вот он сложен, безусловно, когда все поставить на рельсы, когда все-все-все вот таканить, урегулировать. Потом, наверное, будет чуточку проще. Полегче, да, потому что все-таки судьба музея, в принципе, непростая. Вот, как мы уже сказали, да, в 2007 году он создавался, создавался Валентином Юдашкиным. В принципе, это очень хорошая идея была, но вот как-то не получилось тогда, наверное, так вот достойно ее развить. И вот долго музей переезжал с одного места, с одной выставочной площадки на другую. Сейчас образовалось свое микропространство. И, конечно, вот не хочется, чтобы музей был чемоданом без ручки, и вроде бы выбросить жалко, нести тяжело. И хочется, чтобы он приносил пользу, потому что у нас, помимо того, что современной концепции, да, какого-то модного центра «Модная Москва», названием сейчас мы думаем над этим, все-таки у нас большое историческое наследие есть. И у музея есть фонды, более двух тысяч экземпляров и исторический костюм 19-го века. Есть идеи философские, есть... Сейчас мы когда вернемся, да, к выставке современного искусства, я расскажу. И есть что показать, есть научные труды в области моды, то есть это такое наше наследие. Вот музейную деятельность тоже бы хотелось развивать, может быть, ее нельзя терять и упускать из виду. Вот она должна, вот эта научная основа, она должна помогать современным модным тенденциям, в том числе и мультимедиа, развиваться, чтобы был фундамент. Потому что без фундамента это тоже будет карточный домик. Оксаночка, мы вот как моды без фундамента, но без рекламы тоже нам никак нельзя, мы перейдемся совсем ненадолго, друзья, и вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается. Оксана Федорова у нас сегодня в гостях и теперь уже и директор Музея моды. Друзья, сейчас расскажем вам о том, что в эти дни можно посмотреть, уже сходить с огромным удовольствием уникального, увидеть, что можно в Музее моды. Помимо посещения, да, мастер-классов, выставок каких-то экскурсий, которые также продолжаются параллельно. Конкретный вопрос про художественно-философский проект «Теория красных дыр». Да, «Теория красных дыр», так называется, выставка, которая сейчас проходит в Музее моды. Мы очень рады, что нам удалось вклиниться в параллельную программу 7-го московского биеннале современного искусства, которая открылась 18 сентября на Крымском Валу. И вот специально был написан концепт под эту выставку, и наш концепт приняли. В выставке участвует 6 современных художников. И вот она построена очень интересно. Там есть и арт-объекты, и картины, и одежда, и мультимедиа. Вот можно даже сделать фотографию на память. Сейчас расскажу все в порядку. Но основная идея этой выставки, философская подоплека, мы же знаем, что жизнь — это движение. Движение — это значит, что каждый день человек совершенствуется, ощущает, что он делает, так сказать, движение вперед, и тогда он полноценно ощущает свое бытие, и качество жизни его изменяется. И в такой системе действует непрерывно основа слова, мысль, слово «действие». Когда человек видит, что зерно — это мысль, да, взошло, то есть это действие, результат своих действий, он получает качественное ощущение того, что он делает все правильно, он реализуется, он получает удовольствие от того, что он делает, и от жизни. И когда эта цепочка нарушается, то вокруг человека образуется... Ну, так подали это современные художники, красные дыры образуются. Красные дыры. По аналогии с черными дырами в атмосфере. Вот образуются красные дыры. Это, так скажем, энергетические воронки из апатии, лени. И когда человек понимает, что у него опускаются руки, он видит, что упущенные возможности, нереализованные планы, он перестает верить в свои собственные силы. Это страшно. Плавно садится на диване и начинается бездействие. Но при этом... Вообще, это теория о том, о социальных, общественных масках, которые люди носят в общественной жизни и в соцсетях. Он садится на диване, ничего не делает, но тем не менее в социальных сетях мы видим идеальную семью. Представляем, какая у него жизнь. Да, идеальные улыбки. И вот таким образом он отрывается от реальности. Он живет в виртуальном мире, который перестает себя ощущать полноценно. И такая фрустрация наступает, и он понимает, что начинается внутренняя деградация. При внешней такой зрительной... Зрительно, что все хорошо, а на самом деле человек уже давно потерял реальность. И он не понимает, что ему дальше делать. И вот становится внутренне несчастным, при этом закрываясь красивой картинкой. Вот об этом рассказывает наша выставка. И самое главное, что только действие активное может вырвать человека из этого состояния. И у нас вот каждый предмет, каждая инсталляция, каждая мультимедиа вот об этом говорит. И показывает, это такая попытка, наверное, предложить зрителю погрузиться в наше арт-пространство целиком и подумать над своей жизнью. А вот нет ли у него вот такого разрыва между тем, что он хочет, и тем, что есть на самом деле. И задуматься о реальной роли одежды в жизни, о реальной роли своего поведения социального, каких-то привычек. И вот через такой интерактив он может вот это понять и философски осмыслить, наверное, свою личность. И очень правильно. Есть, вот у нас такие художники, хотелось бы назвать несколько. Конечно. Это Наталья Берег, это Светлана Боярская, это Анатолий Лех, не всех сейчас перечислю, Стелла Лабужская. Вот. И это те, которые представлены у нас, и каждый подошел творчески к этому, к своему объекту. Интересно, у нас есть, у меня произвело впечатление, красный диван. У нас в центре зала стоит красный диван, на который человек садится, перед ним камера. И на этой камере актер изображает взаимодействие с красным диваном. Ты видишь, что сначала он сидит, встает, действует, потом постепенно садится, 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 потом он уже в лежачем состоянии лежит, и в итоге диван его накрывает. То есть ты можешь на этом красном диване ощутить, как он может завладеть твоим существом. И, конечно, вот этого допускать нельзя. И очень интересно, подано, и актер сыграл это достаточно правдоподобно. Есть еще такой объект, когда на экране ты видишь двух обнимающихся людей, и каждый смотрит что-то на телефоне. И там перед экраном такая таблеточка, ты встановишь, и картинка меняется, когда люди смотрят друг в другу в глаза. И вот это вот ощущение того, что действительно в этой жизни так и происходит. Ну и, наверное, еще одна идейная составляющая, которая показывает, что мы уже говорили, что самое главное в жизни человека – это его собственный опыт. В принципе, у него нет ни для чего личного, только его личный опыт. И без проб и ошибок невозможно прийти к результату, невозможно дойти до своей цели и почувствовать результат. Поэтому не нужно бояться проб и ошибок. И там мы видим испорченные холсты, какие-то скульптуры незаконченные. То есть вот на витрине можно видеть, как художник в своих мыслях рвал рукописи или что-то. То есть все равно человек приходит к своей цели путем проб и ошибок. И вот это… Друзья, это… Можно посредством этого возвратиться в свою реальность и задуматься. В общем, действительно, это уникальный проект абсолютно, который надо обязательно посетить по возможности, потому что, судя по всему, проект может изменить жизни многих и многих людей. Или хотя бы просто заставить посмотреть на себя со стороны. По-другому. До 15 октября выставка продлится, правильно, Оксана? Музей моды, гостиный двор. Так что милости просим. Переходите. Все подробности на сайте. Мы опять прервемся ненадолго и продолжим общаться с Оксаной Федоровой. Оставайтесь. Лучшее в стране. Когда мы лучшие в стране, Оксана Федорова у нас сегодня в гостях. И мы говорим, друзья, о музее моды, который Оксана возглавила не так давно, стала директором. Большие, грандиозные планы и большое счастье, на самом деле, я считаю, что мы с вами как раз в эпоху этих перемен глобальных в мире моды существуем и живем. Я хочу еще, возможно, кто-то может быть, не знает, их единицы существуют, рассказать о том, что Оксана ведь сама является дизайнером. Есть бревент Оксада Федорова Офера. Да. Потрясающая коллекция, которая уже с 2014-го, да, по-моему, Оксана, если не ошибаюсь. Многие наблюдают и могут... Коллекция Афера в прошлом году только был первый показ в октябре. То есть нам фактически год. Годик. Бренду Афера. А с 2014-го года я стала делать свою коллекцию, но создала марку и компанию Афера в прошлом году. Это очень красивая такая история, как раз когда ты ждала уже до появления на свет доченьки своей, что вся эта идея тебя и посетила, да, я так понимаю, что ты увлеклась очень всей этой красотой, которую смотрела много, изучала, изучала. И поняла, что ты хочешь сама подарить эту красоту людям. Ну, примерно так, скажем. Началось это с ювелирных украшений, потому что тогда я работала с одной ювелирной маркой, и когда была в положении, мне почему-то тянуло к прекрасному. Я изучала ювелирные конструкции, как это все изготавливается, естественно, в интернете. Работать мне тогда было нельзя, потому что тяжело, да, двое детей подряд с разницей в год. Конечно, это непросто. И большую часть времени я проводила дома, занималась домом и пространством, и в то же время все равно вот это ощущение, это состояние рождает новые идеи. И началось все с ювелирных украшений, но потом вот пришла идея, которая поддержала мой муж. Он говорит, тебе бы это, ну, пошло, ты давно об этом думала, хотела, давай реализуй, действуй. И всегда, когда начинаешь... Ну, это слово действие. Ну, всегда страшно. Вообще, страх является первой, наверное, причиной к бездействию. Но как только человек делает шаг в него, он понимает, что где-то его нет, поэтому не нужно бояться. Но все равно он присутствует. Это, так скажем, наш инстинкт самосохранения. А как вас примут, а что скажут. Но, тем не менее, мы стали действовать, сделали первую коллекцию. Она, конечно, отличалась от того, что мы делаем по марке Афера. Вот. Но это был такой мой первый опыт. Опыт позитивно был встречен на неделе мода в Манеже. И я решила продолжать. И, конечно, мне хотелось бы... Вот мы сотрудничаем с регионами, чтобы наши женщины были элегантно одеты, красиво, но в то же время еще и современно. Конечно, наша одежда повседневная, вот, то, что мы делаем в бренде Афера, а то, что я показываю на неделе моды, это, конечно, другое. Это первая линейка, она другая. Чуть подороже, и образы другие. Но вот компания Афера, мы производим красивую, качественную, современную одежду для деловых женщин. Оксана, осень-зима, российская женщина, брендом Оксаны Федоровой Афера, если одета, какая она? Какими мы будем осенью и зимой в твоей одежде? Вот сейчас идет, вот как раз сейчас мы... Осуществляется продажа зимней коллекции осенней, 17-18 год. У нас коллекция называлась Охота. Вот нынешняя, но показывали мы ее в марте. Ну как, здесь дизайнеры мыслят вперед, да, на год, а то и на два. И Охота, это... Как мы хотели показать, что в рамках... Такую... В рамках мегаполиса происходит борьба. Мы... Иногда мы становимся жертвами, за которые охотимся. Иногда мы принимаем на себя роль охотника и выбираем жертву. Это касается и бизнеса, и продавца, и покупателя. Это касается моделей папарацци. То есть вот тему охотник и жертвы можно приложить к любой области нашей жизни. И нам вот это такая, она получилась острая, строгая, синие, серые, черные тона. Деловые тона, серый цвет, это серые костюмы, юбки, карандаш, это твит, это белые рубашки в разных интерпретациях. Вот я... Это, кстати, твоя коллекция? Да, это рубашка из нашей зимней коллекции, но не белая в полоску. Вот это буховики, это пальто. Такая она получилась достаточно строгая. Вот ярких пятен было мало. Максимум это синий цвет и немного зеленого цвета, темно-зеленого. Вот почему-то мы так видели зимнюю коллекцию. Сейчас мы разрабатываем новую зиму и хочется внести более ярких пятен и ярких оттенков. Но ты же понимаешь, у нас с нашими погодными условиями, с нашим летом всегда хочется чуть-чуть смягчить яркие цвета. А в октябре мы будем показывать лето следующего года. Коллекция называется «Опыт растворения». Как интересно. Да, она пересекается с теорией красных дыр. То есть мы вообще в своей жизни ограничены узкими улицами. Мы все время спешим куда-то. Мы не живем здесь и сейчас. Мы живем планами на будущее. А что у нас завтра? А как чего? И теряем вот этот... Или копаемся в прошлом, что-то часто бывает. И ощущение момента мы теряем. А вот я хотела в своей коллекции показать, что нужно иногда остановиться, подняться надо, выйти за рамки условностей, подняться над нашей реальностью, воспарить, о чем говорят мои такие воздушные образы и такая пастельная гамма летняя. Воспарить над реальностью, почувствовать себя художником, который работает крупными мазками и делает вот то, что хочет. Вот. И просто насладиться настоящим моментом и ощутить легкость бытия. Это говорят мягкие на ощупь фактуры. Это свободный силуэт, свободный крой, чуть-чуть сафари. И есть реплики из 80-х годов, когда была эпоха успешных бизнес-леди. Вот. И наши образы лаконичны, но в то же время мне хотелось чуть-чуть приподнять их над реальностью. Друзья, в общем... Наверное, это такая подоплёка. Да, заходите на сайт, есть и в Инстаграм тоже страничка, да, афера. Так что узнавайте подробнее. Ну и я так понимаю, что приобретать из любой точки России абсолютно это легко и возможно. Да, ну все наши центры, там, где продаёмся, у нас наказаны на сайте указаны и те регионы, с которыми мы сотрудничаем. Так что, ходите. Оксана, на сегодняшний день с музеем моды теперь, да, с, конечно, с работой благотворительного фонда, с твоим большим таким очень красивым благородным делом. На семью у тебя время остаётся хоть немножко? Как Елизавета, Фёдор, они маму как часто видят? Видят вечером, исключение. Я стараюсь к восьми часам быть уже дома. Всё-таки до дома путь полтора часа. Не быстрый. Вот это, наверное, ещё такое не очень комфортное состояние. Вертолёток только. Нет. Я думаю, что это вопрос будущего. Вечером к восьми у меня ритуал, они ждут меня играть. Мы играем, у нас есть определённые игры. Мы занимаемся спортом, отжимаемся, делаем растяжку. Все вместе. Все вместе. Какие молодцы. И играем. Здесь игра тиши-мыши. И вот они любят, когда я их ловлю, они... Я кот, кошка, вот, они мышата. Иногда мы делаем такие, они очень любили сказку «Волка и семеро козлят», и мы раскладываем по сценкам, они у меня козлят, я мама коза, поролям. Это Лиза любила. Вот у нас игры, они ждут маму. Конечно. Они, я чувствую. И у меня незыблемое суббота-воскресенье – это время семейное. Я ничего не назначу. В исключительных случаях только если, ну, прям, не знаю, что-то должно произойти. Вот наши события, я стараюсь их взять тоже с собой, если получается. И субботу-воскресенье я провожу только дома, в семье, где... То есть я не выпускаю их из своего сердца. Потому что я понимаю, если отпустишь, потом это не наверстать время. Оно проходит, и вернуть назад вот эту ниточку, вот этот диалог внутренний матери и детей будет очень сложно. Поэтому я их держу в поле зрения под контролем. И не отказываем в тактильных ощущениях, когда ложимся спать. Они просят мам, полежи. То есть они хотят восполнить вот... Они же стали сейчас уже заниматься, и у них своя работа. И Фёдор говорит, мама, ты на работу, и я на работу на свои занятия. Всё правильно, конечно. Поэтому, в принципе, днём они тоже заняты. А вечер и выходные – это святое. Когда ты приняла решение, что ты возглавишь музей моды, супруг, скажи, как этому отнёс? Он же прекрасно понимал, что тебя останет ещё меньше в семье. Супруг очень, вот, наверное, это та глыба, это наш локомотив, это наш мозг, наш компьютер, оперативная память. Он очень мощный человек с аналитическим складом ума, с такими способностями видеть на перспективу и за горизонт то, что не может видеть женщина. В принципе, мужчина видит далеко вперёд. Он поддержал эту идею внутренне. Он говорит, что, наверное, это такое начало, это не последняя твоя, так сказать, точка приземления. Ну, там уже как ты захочешь, конечно. Но ему это понравилось. И поскольку он имеет большой опыт работы в государственных структурах, для меня он действительно поддержка. Потому что очень важно правильно выстраивать отношения, очень важно понимать, как осуществляется документ оборот в департаменте. Хотя бы это тоже отношение с субординацией, это тоже очень важно. Если этим не овладеть, то дальше лучше тогда идти заниматься своим каким-то любимым делом, быть свободным. Хотя я при этом остаюсь свободной, стараюсь, но тем не менее понимаю, что есть структура, есть система, которая определённым образом работает. И в этом мой муж, мой друг, мой парень, как я его называю, для меня очень... Да и, в принципе, наши друзья и коллеги большое подспорье. Спасибо, Оксан, большое. У нас вышло время для нашей встречи, для нашего эфира. Я хочу поблагодарить тебя за нашу встречу и за то, что ты являешься много-много лет уже настоящим примером для всех девушек, что можно быть и очень красивой, и очень умной, и очень образованной, и благородной, и благодетельной, не знаю, очень хороший пример подавать всем-всем-всем. И при этом ещё успевать отдаваться работе, но и быть обязательно в семье. Вот это действительно вызывает восхищение просто. Спасибо большое, Саша, за тёплые слова. Мы, конечно, знаем, что у Музея моды большое будущее, нас ждут большие перемены в мире моды, но с тобой, Оксана, спасибо тебе большое. Спасибо, Саша. Вам тоже успехов, удачи. Приходи всегда к нам, и всего самого-самого хорошего. Друзья, спасибо всем за внимание. Это была программа «Лучшее в стране». «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова